Приветствую вас! Я постараюсь ответить вам не столь категорично, как мой коллега. И начну я, пожалуйста, с того, что сразу отвечу на ваш вопрос. Значит, ломать ребенка и заставлять его ходить туда, куда ему сейчас не хочется, без понимания причин его отказа и без обсуждения того, что он боится и того, что произошло, не стоит однозначно. То есть даже если вы хотите, чтобы ваш ребенок ходил на данный вид спорта, на данную секцию, вот даже если вы этого хотите, то важно, чтобы он вам, ну, доверял ребенок, я имею в виду. И если он вам будет доверять, а именно ребенок это вам будет доверять, вам же будет проще, легче наладить с ним контакт и, собственно говоря, ну, понять, действительно ли это, например, его или нет. Если это, например, не его, то, соответственно, заставлять его не надо. Ну, опять же, данное зависит от вас. То есть вот, если вы считаете, что ребенок сам должен решать, что ему делать, чем заниматься и так далее, то ломать не стоит. Если вы считаете, что вы должны, то, соответственно, тут уже вы действуете, исходя из своих соображений, своих убеждений, но при этом исключительно и под свою ответственность. Соответственность может быть в том, что психика ребенка может подвернуться определенному негативному воздействию, следствие чего у него выработаются комплексы и вообще искаженное представление о миру. С того, чтобы этого не было, с ним нужно разговаривать по поводу его страха, по поводу того, почему он не хочет. И, может быть, выбрать другую форму, подготовку для него, чтобы он был более развит, как вам сказал точнее мой коллега, более развитым, чтобы он был, и, может быть, тогда будет больше вероятности, что он сможет справиться с теми, скажем так, вызовами, которые бросают ему данный вид спорта, данные занятия и так далее. Очевидно, что разговаривать на эту тему с ним должен папа, папа, а не вы, потому что мужчина легче подберет слова. в данном аспекте. Тогда как вы, если будете об этом говорить, то вы рискуете, ну, или ребенка неправильно понять, или не дать ему соответствующие обратные связи, просто вот в силу того, что вы женщина. Вот. Это тоже желательно учитывать, потому что это важный момент, и без него нельзя, к сожалению, говорить о том, что ребенок может получить какую-то адекватную реакцию от вас в данном случае. Она ему сейчас очень-очень-очень нужна. И если не выявится никаких таких серьезных оснований у ребенка для того, чтобы не ходить на, значит, вот эти вот занятия, то вам в таком случае, ну, может быть рекомендовано показать ребенку детскому психологу, представив его обязательно как друга ребенка, потому что в противном случае просто не получится, ничего не получится вообще сделать ребенку. Ребенок он именно должен, должен, должен доверять психологу, иначе никакого результата работы не будет. Вот. Тем, чтобы уже психолог поработал с мальчиком и там уже выявил, может быть, другие какие-то моменты, которые ребенок нережает вам сказать, просто в силу того, что вы его родители. Вот. Ну, а это вот такие самые общие, конечно, рекомендации. Теперь я хотел бы вас спросить, ну, наверное, по аналогии с моим коллегой, вот, зачем вы вообще ребенка своего отдавали на эту, ну, на вот занятия данным, данным видом борьбы, для чего вы это делали, вот, с какой целью вы это делали и так далее. Потому что, ну, армейский рукопашный бой мне показался через чур жестоким для маленького ребенка, вот. И неплохо бы понять вашу мотивацию, зачем вы это вот своему ребенку пытаетесь, своего ребенка пытаетесь этому научить. Далее, далее, отдельный немножко вопрос, как вам вообще пришла в голову мысль о том, чтобы его ломать, зачем вам его ломать. То есть, я видел в вашем вопросе такую довольно четкую мотивацию, прослеживаемую. Мотивация по, ну, может быть, вложению, вот, мотивация по вложению чего-то такого определенного в ребенка. То есть, я не могу сказать, конечно, что именно вы пытаетесь в него вложить, вот, на данный момент, что именно вы пытаетесь вложить в него. Вот, но то, что вы пытаетесь, это очевидно. И, на мой взгляд, нужно понять, что вы пытаетесь вложить, и зачем вы пытаетесь это сделать. Потому что, очень легко, можно ребенку навредить, вот, таким образом, как это, то есть, как сейчас поступаете вы. И, дабы этого не было, я рекомендовал бы вам тоже об этом подумать. Так же, отдельно, хотел бы вам сказать следующее. Что, вне зависимости от того, что скажут вам психологи, мой коллега, я, может быть, кто-то еще, вы решение, скорее всего, принимать будете сам. Ну, просто, опять же, потому что, как бы, я уверен, что так было всегда, и вряд ли вы будете в данном случае как-то вот по-другому, как-то вот иначе поступать. И надо сказать, что это нормально. То, что вы делаете, то, что вы хотели бы сделать, это нормально. Совершенно. Вот. Просто мне бы хотелось, чтобы вы отдавали себе ответ в том, что вы делаете. Вот. Для чего отдавали себе ответ в том, что для того, я хотел бы, чтобы вы отдавали себе ответ в том, для того, чтобы понимать, к чему вы хотите прийти по отношению к ребенку. Просто, к чему вы хотите по итогу прийти. Что вы хотите увидеть, например, в конечном итоге у ребенка и для чего. Вот это, пожалуй, важный момент. В том, что, ну, допустим, вы его сломаете, ребенка, я имею в виду, и, например, заставите его все-таки пойти вот на эти занятия, да, даже не смотря на его нежелательность. Ну, можете вы так сделать? Будет ли это ему на пользу? Ну, в некоторой степени может быть. Он научится преодолевать трудности, преодолевать страх и так далее. Но, поэтому есть и другая сторона. Он может, например, начать чувствовать себя еще более плохо, и это может повлечь за собой еще более негативные модели поведения с его стороны. И во многих это учитывая. Все такое может быть. И необходимо быть, на мой взгляд, к этому просто-напросто готовыми. То есть я хочу, чтобы вы были готовы к возможным последствиям того, что может произойти. Вот, в принципе, то, для чего я вам все вот это вот говорил. Это то, почему я хотел чтобы вы все это ну, послушали. Я хотел, чтобы вы это поняли для себя, увидели, уяснили. И определили после этого, важно ли это вам или нет. Потому что, если важно, если вас, то делать так не стоит. ну, а если вы считаете важными другие аспекты, то ломайте, поступайте так, как вы считаете нужным. Но, тогда будьте готовы к ответственности, которая может наступить в результате вот такого поведения, такой модели воспитания по отношению к ребенку. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. А если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok